Северный характер В этом году у нас уже 5 этапов проекта. В этом году новый этап, который состоялся в Таркасале, это велодрайв. В прошлом году был новым этапом северный характер, трейл формат, забег в горах. Что еще хочется отметить, что в этом году мы постарались включить максимальное количество участников в плане того, что расширили возрастную категорию. У нас в этом году принимали участие и малыши в ползунковом забеге в Надыме, также были состязания на беговелах. Пенсионеры, люди пожилого возраста участвовали по северной ходьбе, в том числе и в трейле, и вот сейчас здесь в Салихарде. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы северный характер, проект стал любимым для каждого ямальца. Как родилась идея вообще создать этот проект? Вот с чего все началось? Понятно, что вы немножко рассказали уже, каким он стал сейчас, но каким он был изначально? Ну, изначально это был такой, так скажем, аналог наподобие стального характера, что ты хотела сделать свое, ямальское. Ну и по инициативе Дмитрия Андреевича мы начали масштабировать этот проект. Я думаю, вправе считать достойно, что это идея именно Дмитрия Андреевича, и, естественно, мне кажется, она полюбилась всеми нашими ямальцами. Да, это так и есть на самом деле. Основные правила какие для участников? Ну, основные правила — это быть физически подготовленными на разных этапах, разные правила, естественно. Есть категория профи, которую мы называем, есть категория любитель. В категории профиль заданий, как правило, сложнее. Например, если сказать тот северный характер, который состоялся у Мити в Салихарде, то профи должны были выполнять те же самые задания на протяжении двух минут, а любителям немножко упростили до одной минуты. То есть это, конечно же, и становая тяга, и приседания, и жимы, и полоса препятствий на скорость на батуте. То есть если человек физически не подготовлен, то я думаю, что сложно ему состязаться. И это очень отрадно, что с каждым годом, с каждым этапом у нас участников больше становится. Это говорит о том, что людям нравится вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, вести свое тело здоровым. Это на самом деле очень классно. Вы говорите, что первый город, место проведения был Ноябрьск. Да. Почему именно его выбрали в качестве старта? Ну, у нас всегда пилотными выступают какие-либо города, либо районы. Поэтому на тот момент коллеги из Ноябрьска отозвались, так скажем, выступить организаторами данного проекта. И в этом году вообще в целом мы стараемся этот проект передавать разным коллегам из разных городов для того, чтобы, во-первых, перенять опыт. Во-вторых, для того, чтобы участники, которые живут там в разных районах, было больше, ну, удобнее добираться. То есть в плане и в этом плане мы предусмотрели момент. Поэтому проект кочует. На следующий год, например, у нас уже есть планы поменять этап зиму на другой, например, город. Но я думаю, несомненным останется этап трейла, потому что он связан, естественно, с нашим полярным Уралом, с забегом в горах. Поэтому здесь вот это, как бы, такая локация уникальная для нашего Ямала. Пять этапов. Какие этапы вот в современное время сейчас? Почему они именно в таком формате все-таки идут? Пять. Я понимаю, что вы расширяете каждый раз, пытаетесь что-то новое привнести. Давайте проговорим еще пять этапов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Как они выглядят в настоящее время? Ну, первый этап – это этап зима, когда участникам нужно проявить свой северный настоящий характер. Тогда, когда еще на улице лежит снег, а тебе нужно бежать, проходить полосу препятствий. Она абсолютно разная. Это и, например, забраться на стену, пройти сквозь шины, колеса, да, так скажем. Ну и, естественно, само испытание, вот этот вот снег, да, достаточно сложно, оно действительно укрепляет характер. Следующий этап – это северный характер лета, как мы его называем. Он обычно у нас проводится в июне. Он направлен, опять-таки, на то, чтобы обычно еще какие-то водные препятствия включаются в данный этап. То есть, если в зиме основной является снег, холод, то на летнем этапе мы включаем какие-либо такие естественные преграды, связанные с сезоном. Ну, этап велогонка. Тут, мне кажется, все понятно. На самом деле на велосипеде можно соревноваться и в любое время года, и зимой, и летом, и осенью. Оно как бы всегда актуально. Северный характер – трейл. Он у нас традиционно проходит в августе. Опять-таки, я думаю, что связано, ну, мы смотрели на приезд участников, чтобы удобно было, комфортно. Многие ямальцы возвращаются уже после долгих летних отпусков именно к трейлу. И стоит заметить, что не только нашим ямальцам нравится забег в горах, но и Полярный Урал привлекает участников из других регионов нашей страны. Вот. Ну, и следующий этап – это северный характер осень, на котором подводится весь итог, так скажем, где команды, как правило, стараются представить команды во всех категориях, и в том числе и в личном забеге, и в командном забеге, в категории профи, в категории любитель. Ну, и чем он от себя отличается? Вообще, северный характер – это вот, как я и говорила ранее, что проект направлен на выявление силы, на проявление, вот я скажу, настоящего своего северного характера. Поэтому кроссфит и какие-то силовые, выносливые упражнения, которые направлены на проявление выносливости, они являются базовыми для данного проекта. Есть ли какие-то очевидные лидеры команды? Ну, понятно, что все молодцы, вы правильно говорите. Но есть ли те, которые из года в год, из года в год приезжают, показывают себя, улучшают результаты? Ну, у нас команды-лидеры – это города Новый Уренгой, город Ноябрьск, Салихарт, поэтому, вот я думаю, Губкинский. Вот эти вот города, они всегда держат свои лидирующие позиции. И мы даже смотрим, они там, когда тренируются, там, ну, у них есть такой сопернический дух. Мне кажется, это только добавляет антуража вообще в целом в эту гонку, и это действительно интересно. Когда муниципалитеты между собой представляют, ну, участники представляют город, соревнуются между собой и стараются достойно показать, представить свой город. На самом деле это очень классно. В этом году у нас «Северный характер», осень уже последний этап прошел, завершился. Да. Соперсиня, сейчас будут активно готовиться к началу сезона, скажем так. Так, скажите вообще, вот как оцениваете завершение всей этой гонки, какие итоги можете подвести? Ну, в целом, стоит отметить, что в этом году у нас порядка двух тысяч человек уже приняли участие во всех этапах «Северного характера», а всего в проекте приняло участие уже порядка трех тысяч человек. Итоги будем подводить чуть позже. Мы подведем рейтинг команд, рейтинг муниципальных образований, муниципалитетов нашего автономного округа и выявим самые, так скажем, те результаты победителей, которые как раз-таки будут честиться в рамках окружного конкурса «Спортивная элита МАО». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова